Добрый вечер всем! Добрый вечер всем! Добрый вечер всем! Добрый вечер всем! Ну и поэтому подходить к команде PR можно будет легко и просто. Снайпера тоже можно будет спокойненько контрить. Поэтому в идеале, конечно, Акаши Сейхура придется выбрать такой артефакт, как даггер. Если вдруг на него полетит Сноуболл, то снайпер без даггера тут просто-напросто сольется. Долго с ним разговаривать не буду. Тем более тролль-варлор, тем более квапа. Рассказ моментальный. Конечно, снайпер будет не жилец. Но Зевс в пике Эмпайр пятым заходит. Я думаю, что Зевс у нас для Йоку. Будет, в принципе, Йоку уже стоял на этом герое сложной. И Сайлент заберет себе квапу. Нет, Сайлент заберет себе тролль-варлорда. Нет, непонятно, кого Сайлент себе заберет. Возможно, Резолюшн будет у нас на тролль-варлорде в мидлейне. Сайлент неплохо отстоял у нас сложную. А теперь в сложную смело можно отпускать триплу квапа, Даззл и Туск. А в легкий лайн ставить одинокого Йоку. Пусть себе на Зевсе там фармит. Ну а Резолюшн на тролль-варлорде в миде, я думаю, что постражается. Со Снайпером есть на это все шансы. Хотя и квапа тоже, в принципе, может отправиться на мидлейне. А тролль-варлорд в триплу с Туском и Даззлом. И бедные, кто будет против них стоять. Там и Бристалбек, и Кентавр на ранних левелах. Но Кентавр еще кое-как, в принципе, будет стоять. Если Бристал отправят в сложную, а Кентавра вниз против триплы, то есть шанс хотя бы этот Сноуболл с Таном отэведить. Ну, ХП, в принципе, у Кентавра пока что нормально. Пока не появились артефакты, пока не повысился левел у команды Эмпайр. Пока раскасты не настолько серьезно дамажищи, Кентавр на ранних левелах не должен умирать тут по КД. Хотя, опять же, почему не должен? Может и должен. УПРа в 7 секунд для последнего пика. Лич. Лич в пике команды Пауэр Рейнджерс. Все. Укомплектовались. Кингер забирает себе Лича. Акаши Сейхуру берет себе Снайпера. Джей Фо берет Леона. Дитя Ра берет Кентавра. И Чеширский Кот будет играть у нас на Бристалбеке. Со стороны Эмпайр. Сайлент забирает роль Варлорда. Йоку будет играть на Квапе. Приехали. Я все выдумывал, выдумывал. Резолюшн у нас будет на Зевсе играть и в Мидлейне. Алоха Дэнс берет Тускара. И Элвус Вен офлайн на Дазла. Здесь в принципе все по дефолту. А Йоку на Квапе будет фармить сложную линию. Но не сложную. Точнее будет соло стоять. Но мне кажется, что будет стоять соло на легкой. Поэтому. Поэтому. Поэтому ПРом будет непросто. Против триплы стоять точно. Будет очень и очень непросто. Такая стандартная комбинация. Эмпайр уже играли ей. Поэтому. Я не с потолка взял всю инфу, которую придумал. Под смоком. Сразу же. Сразу же ловить игроков команды ПР. Моментально провязали смок. Туск бежит первый. Четыреста восемь у него. У Тускай есть тапок. Просто. Первый Тускар. Быстрее, быстрее, быстрее. Видели. Примерно игры команды Пауэрэнджерс. Игроки Эмпайр. Знают, где можно ожидать. Если здесь сейчас встанут и увидят пятерых игроков ПРов. У нас ожидает файт, от которого содрогнется вообще земля. Тут пять в пять будет. Сноубол влетит моментально. Быстрее бы все к Алоходенсу успели. Алоходенс уже в сноубол. Надо входить в пятером. Все в сноубол. Поехали. Чеширского кота. Подкоп по четверым. Разворачивайтесь, ребята. Первый фраг для команды ПР. Сайлент на лоу хп. Под шрапнелью. Второй фраг для ПРов. Посыпались Эмпайр. С добрым утром. Чеширский код продолжает будить команду Эмпайр. Минус три. До выхода крипов. Тридцать секунд еще до выхода крипов. Уже три ноль. Команда ПР выигрывает. По левелам тут поднялись до ужаса сильно. По экспириенсу. Собственно, немного, да. Но по голде тут девятьсот девяносто. Просто на ранних вообще секундах. Ну и дэмэджа тут предостаточно. Немножко где-то Эмпайр ошиблась. Они не подумали, наверное, что в пятером будут. Тут шрапнель от снайпера. Половину команды Эмпайр сгрызла. Ух, жесть. Такое бы начало в каждом матче. Я бы, может, даже не засыпал на начале. Дитяра. Опять у нас сноубом. На этот раз Джейфо. Джейфо должны забирать. В принципе, здесь его уже не отпустят. Счет 3-1. Пусть так и продолжается. Пусть эта игра идет 30 минут. И закончится со счетом 177 на 154 в пользу команды Пауэр Рейнджерс. И следующая будет еще более результативная. Трипла в итоге идет у нас на топ-лейн. Сложную, как, собственно, и предполагалось. Тут я Эмпайр прочитал. К моему удивлению. Дитяра у нас фармит и помогает ему Джейфо. Подкопали Олвейсона Флая. Застопили. Олвейсона Флай может умереть. Сноубол у нас в Дитяра. Уходит Олвейсона Флай. Еще один удар от Леона. Развалили в итоге Леона. Ой, это развалили в итоге у нас Дазла. Им на лоу ХП уходит Дитяра. 1-4. Эмпайр. С добрым утром. Тысячу по голде Пауэр выигрывает. По экспириенсу 500 тоже для команды Пауэр Рейнджерс. Йоку стоит в легкой против Чеширского Кота. У Йоку 2 на 0. Чеширский Кот гоняет здесь Йоку. У Чеширского Кота 1 на 0. Кто кого гоняет. Ну просто да. Да, да, да. Я смотрю, у нас одна минута всего прошла. Понятное дело, откуда вообще Крипстат нормальный может взяться. Ну, просто так показалось, что много времени прошло, потому что 5 фрагов. Обыкновенно это минут 10 надо для того, чтобы 5 фрагов у нас было на карте. Чеширский Кот без маны. Йоку, в принципе, может его напрягать. Квилл Спреем поливать уже нельзя. А у Йоку, в принципе, через Шадоу Страйк тут особенно по мане не проседает. 3-4 штучки еще забросить можно будет. На топ в составе команды ПР перетягивается Кингер. Стоят теперь Триплой. Готовятся к тому, что хочет организовать команда Эмпайр. А по факту они должны нон-стоп у нас вкатываться и кого-то дамажить. Но еще пару раз они так въедут в ДТРА, получат стан. И что? И можно будет закончить вообще с врывами. Надо будет сушить игру. Потому что просто-напросто команда Эмпайр таким образом у нас мрет. 4 раза уже погибли. Первый Сноубол стал критичным для команды Эмпайр. Второй точно таким же потеряли на ровном месте Дазла. И не забрали никого. У Чеширского Кота уже есть Боттл. Поэтому проблем не должно быть по Мане. Йок уже с тремя стаками Квилл Спрея. В обход пошел Чеширский Кот. Йоку тут тоже не очень-то и легко на линии. 13 на 3 у него Крипстат. 12 на 0 у Чеширского Кота. В общем-то очень-очень ровно. Ну что, пошел у нас файт на топе. Алоха Дэнс на лоу ХП в Сноубол. Ну и вытягивает на себя Джейфо. Джейфо под Тавером. Пытаются раздамажить Дитяра. Пополам разрезает Алоха Дэнс. Сайлент та же история. Киллинг Спрей для Кентавра. Дитяра здесь команду Эмпайр в скором времени просто уничтожит. Always on Offline. А Джейфо непонятно кого бить. Дайте третий килл у нас с Кентавру. В итоге Дазл забирает Леона. Минус 3 делает команда ПР. Так, и у нас на лоу ХП здесь Йоку еще. Везде файты. Везде все умирают. Снайпер умирает у нас на мидлейне. Дальше врыв. Дальше врыв забрали Кентавра. За Кингером. Просто не успеваю переключиться. Кингер в кусты быстрее. Сайлент за ним. Сразу же Джейфо. Хекс у нас Сайлента. Подкоп в принципе имеется. Будет пытаться поймать здесь. Ловят Сайлента. Ну, недалеко уже у Луэсона Флай. И Джейфо теперь обратно бежать. Что за игра? Что творится здесь? За сколько вы сражаетесь? Алоха Дэнс. Быстрее бежать отсюда. Два ТП. Вчетвером команда ПР на топ-лейне. Кингер не дотягивается. Не дотягивается здесь Фростбластом. В итоге уходит команда Эмпайр. 4-8. Файты бесконечные. По голде выигрывают Эмпайр. Почти 2000 по экспириенсу. Тоже Эмпайр. ПР точнее. По голде выигрывает 1800 по экспириенсу 1300 для Пауэр Рейнджерс. Ну что, вы немножко успокоились игроки команды Эмпайр. Уже нет такого желания особенного тут устраивать ледяные покатушки в сторону команды ПР. Шарики особенно сильные не поездишь. У Дитяра уже по ХП всего достаточно. 800 просто так не сольешь его. Ну а игроки команды Эмпайр тут 3-й лвла, когда Дитяра 4-го. Побежал Дитяра за Сайлентом. Теперь его время врываться. Только Туск здесь 4-го лвла и Сайлент пока без него. И Даззл тоже без него. У Джейфо 4-й почти 5-й. У Кентавра почти 5-й. И Лид 4-й с копейками лвл. Что тут на легкой линии для команды Эмпайр Йоку 6-й. И Чеширский Код 6-й ближе к 7-му. На мидлейне Акаши Сейхура у нас 6-го лвла. 27 на 8 у него Крипстат. Против него как там Резолюшн. 21 на 0. Как-то игра затихла, даже удивительно. 6 минут сыграно. Всего лишь 12 фрагов. Не стыдно. Вообще так скучно играть. Это шучу, конечно. Тут экшена на 4 игры хватило бы. Что, Зевс не уходит никуда с лайнах. В принципе, есть зато уже ульта у Резолюшена. Пошел у нас врыв на Сайлента. Always on a Fly. Если что, готов помочь. Пока что Алоха Дэн здесь в кустах. С ним Always on a Fly. Не подумайте ничего. Просто стоят, будут ганкать. Ну все. Успокоилась игра на топ-лейне. Никто не хочет врываться. Ни ПР. Им это не нужно. Они ждут, когда повтор будет врывов от команды Empire. Уже 2 неудачных... Даже 3 неудачных врыва были. Если будет еще, это только на руку ПР. Йоку у нас без маны отправляется на Фонтан. Курьера гонять не получается. Курьер тут работает на Резолюшена. Брать в аренду его вообще никак не удается у нас с оффлейнеру команды Empire. Поэтому Йоку вынужден просто бегать. Попа. Под смоком. На топ-лейн. Теперь можно и подраться. Готовится врыв. Главное к Вапе не врываться во всю эту ерундистику со сноуболом. Загрит, вытащит на себя. А Йоку у нас обойдет немножко с другой стороны. Под смоком Queen of Pain. Его Йоку у нас никто не видел. Always on a fly. Бегает здесь и в принципе тоже относительно вне зоны Вижена. Сноубол пошел по дитяра. Он уже ждет. На кого здесь топнуть? Вапа врывается у нас на топ-лейн. На лоу-хп если скингер. Йоку пока не ультил. Дитяра пытаются подстопить. Снайпер уже здесь. Минус Алоха Дэнс. Скорее всего нет. Алоха Дэнс у нас под Грейвом. На лоу-хп снайпер. Бежать отсюда Сайлент. Быстрее за снайпером. И скорее всего здесь убивают и снайпера. Уже даблкил от Йоку. Три фрага сделала команда Эмпайр. Четвертый фраг. Ну и... И теперь очень даже понятный развал команды Пэйр. 8-8 становится счет. По итогам файта 1500 зарабатывает Эмпайр. И по экспириенсу 2000. Тоже для Империи. Еще и Т2 как бонус. Падает для российского коллектива. Бристлбек вообще понятия не имел что там происходит. У него в наушниках играет классическая музыка. Он на фрифарме фармит нижнюю линию. Забрал себе спокойненько Т1. Пошел бить крипов. Да или просто гулять по лесу. Его это никак вообще не волнует. Не успевает даже на вещи на самом деле переключиться. Кто там что насобирал. По голде в ноль. По экспириенсу ноль. Приехали. Дрались, дрались. Ну и равный счет по фрагам. Фармят относительно одинаково. Так. У нас Чеширский код. Always on a flyer. Есть пара свиток. Ну никуда не уходит. Не хватило маны. Очень поздно дазл. Точнее очень рано дазл. Провязал у нас грейв. И об этом прекрасно знает. Always on a flyer. Действительно фейл. А так в принципе элементарная математика. Надо было просто дождаться когда появится мана. Потому что он проюзал грейв. А после этого уже юзнул стик. И там докапало ему как раз на грейв и на тп. Если бы чуть попозже грейв юзнул то улетел бы. Хп было в принципе предостаточно. Там burst damage не было как такового. У Сайлента уже появляется мордеп маски. Есть также фейсбуцы. Есть аквила для керри команды имфаер. У резолюшена на зевсе аркан бутсы. Солл ринг. Боттл больше пока ничего не появляется. У квинов пейн для йоку. Есть уже нул талисман. ПТ. Боттл и 520 сверху. У туз как готовится выход в урнув шадлс. Есть уже транквил бутсы. И и и и. И дазл дазл пустой. Теперь начнем с интересных героев команды ПР. Появляется даггер для дитяра. Теперь и он сам себе сноубол. И вкатываться и впрыгивать и станет. Все дитяра умеет. У чеширского кота появляется хут оф дефенс. У снайпера в это время фейсбуцы. Аквила. Больше ничего. Белт оф стрэндж для снайпера имеется. Наверное в стрэндж будет выходить. Ну что, Увесу на флай здесь поймали. Грей в принципе есть. Надо тэп аут делать. Да, Увесу на флай скорее всего отсюда уходит. Погнали всю команду Эмпайр. Вкатились у нас в Кентавра. Кентавр отваливается. Дальше драка. Развалили также Лича. Лич в таверну. 10-9. Эмпайр впереди. За чеширским котом не гонятся. Хотя хаста у Зевса есть. Но так максимум продамажить могу. Убить точно нет. 10-9. По итогам файта Эмпайр должны вперед выйти. По голде, по экспе та же история. Забрали Кентавра. Это очень важно. У Дитяра Стрик давно сбили. А вот то, что Кентавр по-прежнему у нас в топе был по фарму. Нет, 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 нет. Кентавр у нас по фарму полный рахит. К сожалению, Дитяра как не пытался, как не пыжился, не убивал, убивал. Но он по фарму на 6-м месте. Проигрывает Резолюшену, своему Мидеру, Сайленту, Йоко, Чеширскому коту. Всем, кому можно проиграть, проигрывает. Бристлбэк в составе команды ПР по-прежнему на первом месте. Да, при том, что в файтах он вообще не участвовал. Сноубол прячется у нас Алоха Дэнс. Очень удачно. Заивейдил в итоге ульту от Акаши Сейхуру. Но куда ты уйдешь тут? Три человека вокруг. Под Шрапнелью. Поэтому шансов выжить Туску никаких не было. Чеширский кот на нижнем лайне. По-прежнему стоит на фрифарме, никто к нему не приходит. Тролль, даже если придет, наверное, в одиночку не справится. Рассредоточилась вся команда Эмпайр, да как и ПР. И ПР тоже растянуты по всей карте. У снайпера уже есть Огр Клаб, есть Белт оф Стрэндж. Совсем чуть-чуть остается до появления Сэндж. В это время у нас Дазла наконец-то приговорили. Как долго пытались у нас Дазла разобрать. Олвесу на Флай Грейв даже не проюзал. Ну, в риф от Кентавра Даггер, понимаете, Хувстомб разрезал пополам и все. И до свидания, Дазл. 10-11 счет. ПР по-прежнему впереди на 1000 голды и на 1500 экспириенса. Гонят у нас Чеширского кота. Сайлент за ним, за ним же Резолюшн, ну, не догнать. Пассивки хватает Чеширскому коту. Опять же, тот же Худ оф Дефенс не позволяет нормально Зевсу продамажить Бристлбека. Уже есть рецепт на Пайп, Хедреска. Все, в принципе, готово. Надо только докупить Ринго Фриген. Получится ли? Да должно получаться. Бежать отсюда Чеширский кот под Стампидом. Кенгер тоже у нас на лоу ХП, но Кенгер успеет ли Чайник дать перед смертью? Даже не дает Чайник. В итоге Киллинг Спирт для Резолюшн. Минус 1 для Команда Эмпайр и по голде они отыгрывают 420 по ХП 630. Ну, игра очень ровная. Ну, она и по фрагам ровная, и по вообще своему протеканию. Алоха Дэнс, врыв на Джей Фо. Как-то рыбой собрался врываться. Странный вайфут Алоха Дэнс, но такая уж у нас дота. Все, Алоха Дэнс. Сигил провязал, валить быстрее отсюда. Сноубол, быстрее на Крепа и просто стараться убежать. Но вряд ли он отсюда уйдет. Хотя нет, подсловил дитяра. Нет, Алоха Дэнс пошел умирать. Он прекрасно понимает, что его ждет. Решил просто остановить команду ПР. Вдруг там кто-то есть. Подумали бы ПР. Подумал, у нас Тускар. Нет, ПР и вообще без печали абсолютно. Если есть кто-то еще, позови. Будем его разбирать. ПР и по золоту продолжают выигрывать. По фрагам тоже впереди. Хоть и на чуть-чуть, на один фраг. Но тем не менее. По экспе тоже на тысячи держится. Чеширский кот уже с пайпом. Он как в прошлой катке тащил команду, так и в этой. Пыхтит вообще абсолютно за всех. Так, пошел у нас файт на нижней руне. Джейфо у нас под поездом тачем и спокойно отсюда уходит. Чеширский кот провязал пайп, и он на самом деле готов файтиться, как я понимаю. Правда, команда ПР не вся готова. У Кентавра есть стомпит, но нет даже маны на хуф стомп. Поэтому Кенту надо срочно бежать пополнять ману. Иначе он будет просто-напросто бесполезным. Но опять же, под ультой Дазлаб, зачем драться? Сайлент уже с собакой бегает. Дэмэджа у Сайлента предостаточно. 180 с руки. Этого много. Будет любому из героев команды ПР. Главное суметь вгрызться. В кого-нибудь из них. У Йоку уже есть Огр Клаб. Готовится выйти в БКБ у нас Йоку, но надо избегать здесь и Лича, и Кентавра, и Леона. Да, два, три даже. Очень неприятный герой для тонкой Квапы. Квапы. Нет, ничего подобного. Йоку у нас пошел в дэмэдж. Квапа решил, что она сильная женщина и будет просто громче орать на всех. Под сейв не для нее. Окей. Алоха Дэнс. Уже у нас урнов Шадлз. Есть Транквил Бутсы. У Троля, на котором играет Сайлент, после Доминатора Фейс Бутсов постепенно готовится выход в Яшу. Странно, вроде Дота такая интересная была в начале, а теперь выходим в тухлый вообще стандарт. У Резолюшина есть Даггер, и то радует. У Дазла. Ничего интересного. У Квапы 900 остается до Аганима. У Тускат. Да, мы тоже видели. Все, Сайлент осмотрели. Давайте глянем теперь ПРов. Они все-таки впереди. Нет, ПРы плохо фармят. ПРы у нас уже начинают отставать от Эмпайр. Хотя выигрывали 2000. Фраги тут вообще ни при чем. ПРы просто хуже фармят. Даже несмотря на то, что у нас на фри фарме Чеширский Кот всю игру стоял. У Бристилбека есть Пайп, есть ПТ, и постепенно готовится выход в Сенш. Немножко совсем осталось. Ну что здесь, в Сноуболе. Такой подарочек для Чеширского Кота. Приземляется прямо на копчик. В итоге у нас в таверну отправляется Чеширский Кот. Слишком прохладную встречу организовали игроки команды Эмпайр. И сразу на Т1. Врываться без Чеширского Кота, без Мейн Керри, без самого нафармленного игрока в составе ПР. Я думаю, белорусы не будут. Снайпер уже с Сеншем, Мордип Маск, Фейсбут Си, Кентавр где-то там. Дитяра с Даггером и готовится выйти в Блэйд Мэйл. У Лича ничего интересного. Просто появляется Глофс оф Хейст. Кингер наверняка у нас пойдет в Мидас, чтобы позволить себе в итоге выйти в Аганим. Если вдруг игра затянется. А нет, просто будет Мидас. Просто красиво смотрится. Для снайпера рецепт на Масков Мэднес уже прилетает вот-вот. Счет 12-12. Ровная игра. Эмпайр продолжает фармить лучше. Полторы тысячи для них по золоту и по экспириенсу тысяча с копейками тоже для Эмпайр. Даже две уже по золоту после обновления графиков. Это при равном счете и все. И что я могу сказать? Ульта пошла у нас от Резолюшена. Знает, где находится команда Эмпайр. Врываться никто не будет. Положил, кстати, дазл на всех здесь вейв. Ну и ждем, 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 ждем. Будет ли файт. Ну, должны переждать игроки команды ПР. Руху отдавать они вряд ли захотят. Все-таки в узком проходе они помощнее. Выглядят, во-первых, стумпиты все станы. Во-вторых, чеширский кот. В-третьих, кингер. Наличие и чайник там в Рошпите просто уничтожит команду Эмпайр. Забавно было бы, если бы залетал в сноубол у нас чайник и там в сноуболе дамажил потихонечку всех. Просто как, я не знаю, как в такой некий зорб молния залетела и всех там расковыряло. Просто, что пять игроков команды Эмпайр. Залетает у нас сноубол, туда же летит чайник и по-быстренькому, по-быстренькому, как в Блэк Холле всех разносят. Или с фантазией у меня что-то случилось. Эмпайр, две тысячи по голде и более двух по экспириенсу. Ну, чем фарм начался от команды Пэйра? Они волнуются, они не хотят под рассказ Эмпайр попадать. Здесь Туск уже сам по себе неприятный, да и все вообще неприятные. И Даззл подсейвит кого надо, и Тролль Варлорд способен развалить любого. И для Квин оф Пэйн уже готов Аганим. Об этом еще не знают команда Эмпайр, но представление, я думаю, имеет. Все, Йоку прилетает Аганим, можно драться. Просто организуйте Йоку файт. Сейчас уже 450 у нас у Йоку за счет Суни Квейва. 20 минут сыгранной Эмпайр продолжают наращивать преимущества. 3 с копейками по золоту и 4 с лишним по экспириенсу. А Пэйры стоят. Пэйры в пятером стоят и не фармят Эмпайр. В это время получают фарм. Сайлент у нас уже может дом купить двухэтажный. У него 10 с копейками Нетворс. Дальше идет Чеширский Кот. Вот 8 с лишним и... Так, врыв пошел у нас на Кентавра. Неужели это так просто делается? Йоку наорал на Кентавра, сверху молния от Резолюшена. В итоге Квапа забирает фактически в соло. Ну, да, не считая ульты Зевса забирает у нас Кентавра. Кто толще, чем Кентавр, я даже не знаю. Блэйд Мейла до сих пор нет у Кентавра. И такими темпами не скоро появится. Йоку пошел врыв у нас на Чеширского Кота. Сноубол в него же. Сайлента. Сразу же в Хекс. Команда Эмпайр отступает. Сигил разбили. Плюс 120 у нас для Акаши Сейхуру. Эмпайр отходит. Кентавр уже у нас отреспаунился. Готов файтиться. Ну так давайте посмотрим на файт. Просто один 5 на 5 на 5 на реке. Йоку после Аганима 1200. Где он эти деньги берет? Непонятно вообще. 4-0 КДА. Квапа здесь просто великолепно себя чувствует. И не попало даже в этот разнос на первой минуте. О! Проюзал даза у нас ульту. Знает, что Чеширский Кот и Дитяра посягали здесь на Рошана. Можно попытаться и с ними поговорить. Сайлент в это время отправляется на топ-лейн. Готовится выйти в Блэкинг Барт роль Варлорд. Никакого контроля над ним не будет в случае появления БКБ. Как и над Квапой, как и над любым героем. Сквозь БКБ у команды ПР ничего не бьет. Кроме, конечно же, Ассасинейта. Но это не очень важно. Контроля как такового не будет. Станет нечем, ловить тоже нечем. Игра замедлилась. 22 минуты. 13-12 становится у нас счет. Эмпайр по золоту 6000. По экспириенсу почти 8 выигрывает. У них до сих пор стоят все товара, кроме Т1 на нижнем лайне. У ПР тоже по товарам, в принципе, немного потеряно. Здесь один товар внизу и один товар вверху. Так, в принципе, все. У Резолюшина появляется Бладстоун. Есть Даггер для Зевса и есть Бладстоун. Вот так бей-беги. Продолжают тереться под собственным Т1. Что Джейфо, что Чеширский Кот и Снайпер. Ну, Снайпер хотя бы здесь фармит. У Снайпера есть цель. Даже Кингер ушел в лес фармить себе на Мидас. Бладмейл для Дитяра. Смог провязали ПРы. И здесь под Смоком команда Эмпайр. Пытается обойти ПРа в спину, а ПРы пытаются обойти в спину команду Эмпайр. Ульта у нас от Зевса. Прочекал, посмотрел. Не пойми, кто где вообще. Ну и все. Эмпайр разворачивается. Очень не вовремя. Прилетели шмотки к одной и другой команде. И в итоге стало ясно, что файта как такового не состоится. Ну и ждут. Ждут ПРы. На вражеском хайграунде в лесу команды Эмпайр ждут своих оппонентов. Видел, в принципе, здесь Алоха Денс, куда поднимался Кентавр. Чеширский Кот готов рваться в Алоха Денса. Стоунбит от Дитяра. По Сайленту, Стан Сайлент. Юзает БКБ под пайпом команда ПР. Леона уже развалили. Олвесу на Флайн на лоу ХП. Ульта снайпера в него. Олвесу на Флайн у нас отъезжает. Один в один файт. Дальше погоня за Асахи Сейхуру. Какой сложный у тебя никнейм. Минус три делает команда Эмпайр. Взлетает Чеширский Кот. Ну, словят как только могут. Алоха Денс здесь на лоу ХП. Чеширского Кота. Еще пару спреев и... И не будет пары спреев. Минус четыре делает Эмпайр. Одного героя в итоге теряют. Олвесу на Флайн у нас отъехал в таверну за счет киллаут снайпера. Ну и один Лич. Во-первых, не умер. Во-вторых, в файте не участвовал. По-моему, Лич у нас немножко раньше отъехал. Ну-ка, файт рекап. Файт, какой я тормоз. Файт рекап я так и не увидел. 17-13 становится счет. Эмпайр тут по голде поднялись просто невероятно. Во-первых, заработали тьму золота за удачный файт. Во-вторых, забрали Рошана. В-третьих, им достался Аэгис. Что неудивительно, потому что стелить его попросту некому. В составе команды Пэйр. 25 минут сыграно. По золоту. График, обновись. Да, по золоту. Эмпайр выигрывает 11 тысяч. По экспириенсу 14. Вроде игра равная. А вроде и вообще ничего равного здесь нет. По фрагам не так давно было приблизительно одинаково. Так, Алоха Дэнс у нас в это время Леона забирает. Еще и Резолюшн помогает своему тиммейту. В принципе, чего жалеть вообще ульты, если тебе капают заряды в Бладстом. Зевс уже 13 зарядов. Все хорошо для Резолюшна. Монарий генится с огромнейшей скоростью. Боттл, если что, есть. Сейчас еще и капнет в него руна. Мне кажется, надо придумать руну, которая рефрешит, рефрешит, рефрешит скиллы. Вот мне почему-то озарение пришло. Какая-то руна, которая появляется, допустим, 2 или 3 раза за игру, и она рефрешит все проюзанные скиллы. Нет, не 2, а 3, а нормально, с нормальной периодичностью. Может быть, чуть реже, чем стандартное появление рун. Так что бы, хотя бы, с другой стороны, был бы, наверное, дисбаланс. Некий в игре. На тебе на дорожку. И в итоге Резолюшн отсюда не уходит. Снайпер должен его забирать. Хотя Вижена нет на Резолюшне. J4 подкоп в никуда. Все, Зевс отсюда уходит. Отпивается и быстрее бежать. Сказать Зевсу Зевс ульт. Сам себя Зевс у нас не убивает. 18-13. 27 минут. Эмпайр по голде. 13 тысяч по экспириенсу. 16 в пользу Империи. Сноубол покатился у нас в Дитяра. Йокуп под БКБ. Такарина, Дитяра. Соник Вейв у нас Дитяра. Дитяра отъезжает. Ульта пошла от Зевса. На ЛОХП здесь Снайпер. Снайпер не должен уходить. Минус 3 делает команда Эмпайр. Теряет только Алоха Дэнса. Но это разменная монета Алоха Дэнс. Поэтому для того Туск здесь и нужен. Чтобы на Сноуболе всех привозить. Сам по себе он не убивает. Не фармит. Поэтому с чего бы ему вообще выживать. Так что то, что умирает Туск, неудивительно. Да и умирает на самом деле. Вроде бы и 5 раз без единого фрага. Но при этом 10 ассистов. Он привозит целый вагон своих тиммейтов. И там они уже сами разбираются со всей командой ПР. Сайлент на хайграунд команды Эмпайр. Что-то чайник я вообще всю игру не наблюдал. Отлича. Может где-то там один и был. Какой-то совсем незаметный. В чем комбинация команды ПР до сих пор не могу понять. Что там у Эмпайр понятно. Через Туск все делается. Все, вот полетел чайник. Я его видел. Теперь я видел все. 21, 14, 15 тысяч по золоту Эмпайр. По экспириенсу порядка 18. В пользу команды Империи. Сайлент уже насобирал себе все, что можно было насобирать. Остается совсем немного. Остается вот этот крип. И можно приобретать себе уже... Айо в Скаде. Просто Аквилу продавай. Сайлент продай Аквилу. Нет, Сайлент и так покупает Скаде. И так нормально все. Аквилу можно выложить, а потом продать ее... На базе. Что мешало продать Аквилу прямо здесь, на секрет-шопе Сайленту, непонятно. Может быть... Что-то... Недосоображал. У Сайлента есть Аэгис. Его стоит разменивать. Ульты у команды Эмпайр все откэдэшены. Зевс у нас еще, кстати, выходит в рефрешер ворп. У резолюшена и так уже все хорошо. Но еще и дабл ульт будет вообще не лишним. Алибарда у нас на Сайленте. Переживает ее Сайлент. Не проблема. Слон Крэнджи расстреливает здесь, кстати, Барраки. Сайлент близко не подходит. Ульта пошла от Йоку. Ульта пошла от Резолюшена. Минус Леон. На лоу ХП снайпер отсюда убегает. Быстрее хилится под фонтан. Ну, под БКБшкой все игроки команды Эмпайр. Единственный, кто проседает, это Сайлент. Но не будем забывать, у него Аэгис. В принципе, на себя-то он и байтит. И он фулл дэмэдж сделает. Потом после Аэгиса встанет и наваляет Перем. Он даже не юзает БКБ. Тролль Варлорд ждет, чтобы все к нему стянулись. Сайлент. Дальше бей барак. Пропадает Аэгис у Сайлента. Ой-ой-ой, как не вовремя вообще. Сайлент на лоу ХП без Аэгиса под Грейвом. Если Сайлента сейчас убьют, будет вообще дикость. Ульта снайпера полетела в Сайлента. Нет. Снайпер у нас в итоге не дает ульту в Сайлента. Как же смешно могло бы получиться. Но не получилось. Перем просто не прокнуло. И как не вовремя у Сайлента пропала Аэгис. Я представляю эту панику. Там райт-клик, наверное, до крови был выдавлен. Always One Offline. Нас поймали. Минус 2 делает команда ПР в данном файте. Ух. Посмотрите на тролля. Он не седой ли? У Йоку 2700 на руках. Есть БКБ, есть Агани. В принципе, Йоку-то у нас относительно неуязвимы. Резолюшн дальше за... Кентавром. Быстрее через блинк. Еще один удар. Дитяра здесь умирает. Резолюшн просто в соло убивает Кентавра. Нази все. J4 в Йоку. Finger of Death в Резолюшн. Резолюшн пытается отпиться ульта перед смертью. И Денается у нас Резолюшн. А здесь и Йоку в это время гадлайк делает. Резолюшн сделал все, что было необходимо перед смертью. Феноменальная реакция. Очень быстрое нажатие кнопок. Успел и заденается, и разультиться. И все это так хорошо получилось, что... У меня немножко печально за всю доту, которую я наблюдаю практически каждый день. Азиатские дивизионы, тухлая Европа, интересный Китай. А здесь такое месиво, и все так ярко и интересно. Я понимаю, да, что это не топ коллективы, которые у нас... По факту, ну разве что Empire претендует на... Как претендует? Ну, образно говоря, конечно, претендует. Образно говоря, и Payer претендует у нас на призовые места на International. Претендует-то все, но шансы есть ли... Ну, не будем откровенны, шансы невелики. Хотя Empire вроде как и выиграли у ЕГЭ, в MLG Pro League. Но там помимо ЕГЭ, в общем-то, серьезных оппонентов и не было. А в гранд-финале выиграть два из трех матчей... Ну, может просто хорошенько зайти. Чтобы выиграть International, там должно хорошенько зайти где-то... Раз пятьдесят семь. Сайлент с... Ай оф Скадис, БКБ. Есть у него Блинк Даггер с Энджин Яша. В принципе, Сайлент отличная боевая единица. Врывайся, не хочу. Ульта пошла от Дазла. Ну, так деритесь, почему бы и не подраться. Сайлент. Можно, в принципе, под БКБ ворваться даже под Т4. Наверное, не страшно будет Сайленту. Тем более, здесь есть Йоку, есть Туск, есть Резолюшн. С двумя ультами. Это ого-го как много. Ну, готовятся, готовятся. Резолюшн тут, я думаю, может, в принципе, и... Рэмпадж сделать, если, конечно, целью задастся. Пошел врыв у нас от Сайлента. Ульта пошла от Резолюшн. Рефрешер Орп, еще одна ульта от Резолюшн. Никаких Рэмпаджи здесь нет, даже близко. Зато забрали Кентавра. Ну и на лоу-хп Снайпер. На лоу-хп здесь Леон. Чеширский Кот не подходит у нас к Бараку. Вся команда Эмпайр жива, и у них ХП тут предостаточно, чтобы файтиться дальше. Можно идти на нижний лайн. Пока нет Кентавра, да, Сайлент именно так поступает. Быстрее на нижний лайн. Всех подхилили, все фуловы. Ульт есть еще у Туск. Если что, есть, в принципе, Сноубол. Врываться можно. Резолюшн. Дальше за Чеширским Котом. На лоу-хп Чеширский Кот. Полетел Чайник. Крипов в Резолюшн. Овесу на Флай. Там и закончится. Команда ПР готова биться здесь за собственную линию. Но то, что она готова, здесь одной готовностью реально не отделаешься. Потеряли Алоха Дэнса. Эмпайр. Сайлент тоже готов драться. Хоули щит уже у нас от Йоку. Где ты? Покажись. Файт разделяется на две части. Чеширский Кот. Единственный, кто здесь нормально может хоть что-то сделать в команде Эмпайр. На лоу-хп Резолюшн. Денается в итоге Резолюшн. Сайлент врубил БКБ за Кингером. Кингер здесь отъезжает. Кингер умирает. Резолюшн не байбекался. Нет, не собирается байбекаться Резолюшн. Неинтересно. Ну и здесь Йоку начинает настреливать по снайперу. Просто с руки Йоку разваливает у нас снайпера. Йоку идет 10-0. Что-то я понимаю оффлейн Квапа. Постоял так постоял линию. И теперь месиво вообще по всей карте. 5-3-3 у Квапы на руках. Можно приобретать Хекс вообще не задумываясь. Можно, не знаю, последовать к примеру Зевса и приобрести рефрешер Орд. Ай, Резолюшн решил подраться на хайграунде. Пошла ульта от Резолюшн. А Джейфо на лоу-хп. А где у нас Сайлент на лоу-хп? Сайлент бедняжка не знает вообще где отъесться. Резолюшн дальше бьет хайграунд команды БР. Не могут подойти к Зевсу. 35-ая минута. Все лейты уже давно должны были проснуться. А в итоге Зевс соло тут наказывает всю команду. Да, Эмпайры, правда, поймали свою игру. Проявляется Хекс, появляется на Аквапе. Ну, Йоку теперь с руки будет поболее дэмэджа. Теперь можно... Можно стоять просто бодаться с тем же Снайпером. Как ни крути, а у Снайпера дела не лучшим образом. Ну, пятый Нетворс на карте для Акаши. Чеширский код у нас на четвертом месте. Кое-как еще держится. Ну и с приличным отрывом. Зевс. 15 тысяч. 300 для Йоку. И 23 с копейками для Сайлента. Сайлент не знает, что покупать. Сайлент выкладывает даггер. Просто он ему не интересен. Вместо даггера взял Квилинг Блейд, просто чтобы быстрее справиться с Рохой. А почему бы и нет? У Сайлента 3-100 на руках. Появляется Сатаник. Рецепт на него, точнее, на Сатаник. И, в принципе... ...денег хватает на то, чтобы приобрести себе Ривер. Все, Сатаник есть для Сайлента. Ну и так можно идти и заканчивать игру. Тут даже плевать на третью сторону. Я думаю, команда Эмпайр сейчас, если сделает минус 4, минус 5, можно попробовать сразу на Т4 броситься. У Зевса 2 ульта есть. Все, 2 ульта, 16-го левела. Есть, пошел 1 ульт от Резолюшена. Рефрешер Орпут Резолюшена. Где ты? Рефрешер, еще 1 ульт от Резолюшена. И тут Йоку просто наказывает ПРов. Чеширский колд на лоу ХП. Сайвен за ним. У Резолюшена Годлайк уже есть. У Йоку у нас Бион Годлайк. Ультра килл для Йоку. Просто герой данного матча. Игрок, который, мне кажется, готов уже стать легендой СНГ Доты. Просто подарок для Эмпайр, как по мне. Молодой, свежий, агрессивный. Все получается просто великолепно. Новое имя, которое еще прогремит, наверное, на мировой сцене. То, что не было у нас Йоку на MLG Pro League, в принципе, не помешало Эмпайру выиграть лан-финал. Но был бы Йоку, может быть, и попроще все было бы. Ладно, это не суть, как важно. Ну что, друзья, на сегодня у нас все. Мы на сегодня заканчиваем трансляцию. Услышимся с вами уже завтра. Я напомню, это студия Игрокам ТВ. Вещаем мы сейчас на ГГ-плеере. Но это просто небольшие крайние меры. Потому как нам все больше и больше пытаются перекрыть кислород. Ничего у них не получится. Не переживайте. Поэтому услышимся уже завтра. Привычно для нас и для вас на Твиче. Можете подписаться заодно на этот плеер. Будет вам рассылочка и информация. Вдруг мы где-то там какой-то матч пиратский будем здесь стримить. Напомню еще раз. У нас есть группа ВКонтакте. Есть канал на Ютубе. Ну как я вам сейчас его продиктую? Никак вообще. Все. Все, кто знают, передайте соседям. И расскажите, где и как нас найти в соцсетях. Студия Игрокам ТВ. У микрофона был друг. Сегодня был интересный день. Меньше играйте в Доту. Больше читайте книгу. Слышимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.